Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов! Вариантов приготовления традиционных дрожжевых пасхальных куличей очень много. И у меня на канале уже есть несколько отличных видеорецептов, ссылки на которые я оставлю в описании. А сегодня предлагаю вам рецепт кекса без дрожжей в виде кулича. Уверена, что иметь под рукой такой быстрый рецепт вкусной пасхальной выпечки порой даже необходимо. Этот вариант идеально подходит тем, кто отказался от дрожжевой выпечки или просто с ней не дружит, или тем, у кого элементарно нет времени на приготовление сдобного дрожжевого теста. В чаши миксера взбиваем 250 г мягкого сливочного масла. Оно должно побелеть и стать пышным. Тем временем разделяем 6 яиц на белки и желтки. Белки отправляем в большую миску, в которой в дальнейшем будем взбивать. В хорошо взбитое масло всыпаем 200 г сахарной пудры или сахара и продолжаем взбивать до кремообразной консистенции. Следом по одному добавляем 6 желтков, хорошо смешивая массу после каждого. В хорошо взбитую масляную смесь всыпаем цедру одного крупного апельсина или, если хотите, лимона и вливаем сок одного апельсина, у меня 100 г свежевыжатого. Смешиваем на самых малых оборотах. Отдельно соединяем 450 г муки высшего сорта, 20 г разрыхлителя и всыпаем ванилин или ванильный сахар. Смесь перемешиваем. Если вам интересно, как я готовлю разрыхлитель в домашних условиях, ссылочка на это видео будет в описании. Высыпаем сухую смесь в чашу и перемешиваем на малой скорости. Параллельно тонкой струйкой вливаем 250 г сливок жирностью не менее 20%. К белкам добавляем пол чайной ложки соли и взбиваем до плотной устойчивой пены. Тесто практически готово, оно уже воздушное, легкое и ароматное. Добавляем к нему 100 г изюма, у меня смесь белого и черного. Я предварительно его залила кипятком на 20 минут, воду слила и хорошо обсушила. 100 г цукатов, у меня домашние апельсиновые и грейпфрутовые. Ссылочку на видео, как я их готовлю, тоже оставлю в описании. И 100 г вяленой вишни, которую так же, как и изюм, залила кипятком, а потом обсушила на бумажном полотенце. Всего должно быть 300 г сухофруктов, а их ассортимент полностью на ваше усмотрение. Аккуратно вмешиваем изюмы-цукаты в тесто. И частями в 2-3 приема вводим взбитые белки. В результате должно получиться вот такое воздушное ароматное тесто. Раскладываем его в формы для куличей. У меня 4 штуки диаметром 11 и высотой 9 сантиметров. Заполняем формочки не более, чем на 2-3 по высоте, так как в тесте есть разрыхлитель, который отлично поднимает готовые изделия. Сразу же отправляем формы с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем на втором или третьем снизу уровне на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение часа. Время выпечки ориентировочное и может меняться в зависимости от диаметра форм и особенностей вашей духовки. Готовность куличей проверяем с помощью деревянной палочки. На выходе она должна быть сухой и без остатков сырого теста. Даем куличам полностью остыть и только потом покрываем их глазурью или посыпаем сахарной пудрой. А сейчас, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось. Снимаем упаковку, чтобы рассмотреть его со всех сторон. Мякиш на ощупь мягкий, приятный, маслянистый, можно сказать, влажный. Тесто в меру сладкое, ароматное, очень воздушное, не забитое, похожее на творожное. Такая бездрожжевая сдоба долго не черствеет, как минимум неделю, и немаловажно, что на приготовление этих кексов куличей я затратила всего 1,5 часа вместе с выпеканием. Ну что ж, друзья, я очень надеюсь, что вы непременно воспользуетесь этим экспресс-рецептом и будете частенько радовать своих родных такой чудесной выпечкой. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, пишите свои отзывы и подписывайтесь на канал Коллекция Рецептов. С вами была Дина. До новых встреч!